Субтитры делал DimaTorzok А тут при чем? Я же на другом гаджете выхожу Присоединяются ребята В общем попробую здесь провести Привет, попробую здесь провести эфир У нас эфир сорвался Пробуем другие моменты Что-то меня не выпускает в ВК Никак не хочет меня выпускать в эфир И у нас уже какой эфир сбивается Вот это Я в таком варианте ребят ни разу не выходила На ютубе Не знаю еще как сохранять Получится или нет Пробный эфир Ирин привет Но попробуем Задавайте вопросы ребят Я обязательно на них поотвечаю Любые вопросы И хочу вам сразу же сказать Кто в Сочи живет Кто рядом в Сочи Кто может приехать 26 мая С 2 часов до 5 вечера На Горького 62 Будет абсолютно безоплатная встреча Я с вами с огромным удовольствием поболтаю Отвечу на те вопросы На которые не могу отвечать В прямых эфирах И конечно же С удовольствием расскажу то Что остается за кадром От вас только ваше присутствие И мне конечно же будет очень приятно Если вы присоединитесь Если вы придете на эту встречу Пока Я провожу такие встречи раз в год Абсолютно безоплатные Вообще я хочу встречи проводить безоплатно Потому что есть Есть ретриты Где там полностью людей вскрывают Это уже другой формат На встречах все-таки Мне хотелось бы познакомиться с вами Чтобы вы познакомились со мной Чтобы вы узнали вообще о чем я В Питере пока ничего не планировала Но если кто-то организует Я в других городах У меня нет возможности безоплатно проводить Потому что это билеты Это все равно жилье Это еще какие-то моменты Вот Поэтому есть Естественно там тоже берем Какие-то минимальные Чтобы покрыли расходы Вот Если кто-то готов организовать То пишите И мы обязательно согласуем Вот А в Сочи конечно же Безоплатные встречи И мне очень приятно Что мы можем с вами Себе позволить Да Я сейчас живу в Сочи Задавайте ребятки вопросы Я как раз только что Проводила эфир Через ВК И ВК опять сорвался И весь эфир у меня не сохранился Такое вообще в принципе не должно быть Но у меня это уже какой Третий эфир по счету Вот он такой проходит Почему-то меня там тоже начали Начали закрывать Пишите вопросы И тогда мы сегодня Вот такой вот пробный эфир Я поотвечаю на вопросы На разные Вот и в том числе Конечно же поотвечаю Скажите пожалуйста Оксана Надежда Вы прям Три года не идите Не пьете Оксана Вообще таких людей немало Я вам так скажу И сейчас наверное Это уже ни для кого не секрет Что они такие люди есть И они уже И есть они давно И были давно Просто это не Не особо люблю я Афишировать Либо кто-то другой Потому что у нас Юридическая сторона Не очень хорошо к этому относится Не очень к этому относятся И люди не очень хорошо К этому относятся на самом деле Почему не очень хорошо Очень На ретриты Ко мне приезжают на ретриты Часто Ребята С разоблачением Чтобы разоблачить И это очень здорово Очень здорово Когда приезжают разные люди Когда интересуются этим Разоблачить или не разоблачить Это же уже интерес Есть к этому И это замечательно Интерес Почему замечательно Когда есть интерес Потому что Это то Куда не пускает мозг И если ты в это идешь Пусть даже через непринятие Это насколько ты Готов к новому шагу Даже если ты его не осознаешь Это очень здорово Это очень круто Поэтому да Есть такие люди Их много Еще раз Доброе время суток Отлично выглядите Спасибо ребят С такими вот Красными штучками После массажа У меня так вот Лицо реагирует Вот еще сегодня Такой вот с вонялочкой Сижу С очень-очень вкусненькой Люблю такие штучки Это моя еда Да, я знаю Мне все это интересно И очень хочу К этому прийти Вообще, ребят В этом нет сложности Кстати, сегодня Я была на встрече Ну, у нас там несколько человек было Вот И Один из людей Тоже рассказывал Он говорит Вот я У меня был своеобразный переход Он тоже начинал этот переход С научной точки зрения То есть он изучал Вот эти вот митохондрии Как они работают В митохондрии Кстати, могу сказать вам Что есть Прям От профессора Мироновой Огромная статья Про митохондрии Центросомы Я про них тоже рассказывала Что митохондрии Это как раз Те Те клеточки То есть Что такое человек Из чего он состоит Он состоит Из одной клетки Одна клетка Которая поделилась И продолжает делиться И вот эта вот клетка Она всегда на грани Жизни и смерти Либо туда Либо туда И чтобы ей выжить Так устроена наша голова Так устроена наш мозг Что он делает все Для того, чтобы выжить И если в него вложено То в митохондрии Причем не Даже не тем Что нам говорили в детстве Да Убираем вот это все поверхностно А митохондрии Они вообще нацелены на то Чтобы Есть то, что попадает в организм Вплоть до выхлопных газов И на этом Переваривая это Многие люди живут Что такое центросома В активных митохондриях Центросома неактивная А центросома Это то солнышко Которое внутри нас Которое разжигается На сухих днях И в определенный момент Оно становится основным Энергоисточником Для всего тела И тогда митохондрия Отходит как бы На второй план Они уже не становятся Интересными для тела Но чтобы выйти На источник центросома Нужно проделать Определенный путь Давайте так назовем Вот Этот человек Когда начал рассказывать Он говорит Мне вот это вот интересно Все И рассказывал Как он к этому шел И когда он говорит Когда я отжимался Подтягивался на турнике Там по сто раз И заканчивал подтягиваться Не потому что я уставал А потому что кожа Не выдерживалась Стиралась Говорит Я себя чувствовала Действительно Мегачеловеком Но чтобы туда прийти Ребята Это нужно понимание Что это не всегда Очень просто Это не всегда Как многие описывают Что Ой я там перестал есть И все И так все Замечательно стало Я весь такой легкий Пушистый И бодрячок Нет Ты проходишь Через полное говнище Ты проходишь Через то Когда у тебя Когда тебя Накрывает страх Глобальный страх Леденящий страх Страх всего Что ты не сможешь Стать обычным человеком Что ты умрешь Что ты никому не нужен Что ты останешься один Что боли Которые там начинают Прочищаться Твой организм Они больше никогда Не пройдут Тебе больше Не помогут лекарства Если ты выпьешь лекарства Ты умрешь И много-много всего Которое тебя просто Нахлобучивает И накрывает И это только первый этап Первый этап Ребят Вот этого страха А дальше Жопа начинается другая И нет такого Что ты такой весь Ой как хорошо А когда у тебя открываются Твои базовые настройки Твои базовые способности Когда ты начинаешь слышать То что раньше не слышал Когда ты начинаешь видеть То что раньше не видел Когда тебя начинает захватывать Вот это вот состояние Я бог А потом оно же тебя И съест от состояния Ты не бог Ты становишься человеком Истинным человеком Тем Которого создана Которого создала природа Это наши базовые настройки Это не сверхспособности Так Еще раз доброе Отлично Здравствуйте Да я знаю Мне все это интересно Я очень хочу к этому прийти Добрый вечер Благодарю Здравствуйте Можно ли при гастрите Проводить чистые дни Нужно смотреть какой гастрит И как выходить Если вы Можно ребят Но нужно правильно Выходить на чистые дни То есть перед чистыми днями Нужно обязательно Определенное Определенное Так скажем Питание Хотя бы дня три И у меня это есть В свободном доступе Тоже на ютуб канале Первые три дня Для марафона Найдите И я там прям рассказываю Как заходить на эти чистые дни Как правильно Почему так правильно Чтобы облегчить наш желудок Чтобы как сделать Только например Если у вас гастрит В обостренной форме Если какое-то заболевание В обостренной форме То лучше Никаких резких Перемен В своем рационе В своей жизни Не делать Нужно все-таки Прийти Какой-то ремиссии И после этого Уже начинать Что-то иное Организм просто требует А я все Отталкиваю Причем осознанно Вот и Долбает меня по здоровью У меня Онкология Прошла шесть схемий Недавно была Операция И впереди Еще лучевая Да у меня сейчас Тоже есть Мужчина У которого Он Четвертую Четвертую Химию сейчас Отменил С ним тоже Сейчас идем В другое состояние Но я точно Решила Что лучевую Делать не буду У меня Другое Исцеление будет Это здорово Если решила Значит так оно и будет Ребят Я столько Историй В жизни Повидала И сегодня Мы как раз Разговаривали с подругой Она мне спрашивала Ну как у тебя Вот этот То есть она Некоторых людей Которых я веду Знают Ну как бы Не самих их знают А в курсе Бывает Я иногда Рассказываю Там вот Такая-то ситуация Чтоб там Она знала Вот И она говорит Как вот это Как вот это И тоже Говорит Почему ты не рассказываешь Это в эфирах Я говорю Ну я не могу Много рассказывать В эфирах Потому что С одним и тем же Заболеванием Одно и то же Заболевание Оно же одно и то же Только на бумаге А в человеке Оно вскрывается Абсолютно разным Разным процессом Разными красками И если я расскажу Про одного То другой С таким же Заболеванием Он начнет делать Те же действия А ему не так Нужно Ему подходит Что-то другое И чтобы не вводить В заблуждение Мне проще Об этом не говорить Мне проще Об этом не рассказывать Но я вам хочу Сказать одно Что если вы Нацелены На исцеление Значит оно у вас будет Я не видела Еще ни одного Случа Ни одного Когда человек Истинно захотел Принял решение Что ему еще Здесь нужно Быть Для чего-либо Он обязательно Здесь будет И Ни одна болезнь Его не сломает Если он Решил Что как бы Здесь да Пойду туда Будете Вы нужны Как минимум Самому себе Это самое главное То вы здесь будете На чистых днях Самый большой срок 11 дней О, это очень круто 11 дней Регулярно По 3 дня в месяц Хочу идти на 40 дней Здорово Но Желательно Чтобы кто-то Был с вами Потому что Там бывают Разные процессы И вы должны Тому человеку Кто будет с вами Рассказать Что может быть Чтобы он не пугался Чтобы он вам помог И не идите в аскезу Если вы чувствуете Что вам нужно Что-то попить Если вы чувствуете Что вот здесь Вам нужно Что-то Что-то сделать Такое Не идите в то Что нет Я все равно Добьюсь Нет Ребят Это все равно Через осознание И вы прекрасно Знаете Да Что Например Так скажем Спецслужбы У них есть Прям такая Не знаю Даже дисциплина Недисциплина Вот У определенных Спецслужб Есть такое Что их учат Как не есть И не пить И не спать Это действительно Есть такое Вот Но туда заходят Через голову Есть люди Которые перешли На это Но чаще всего 99-99% Это те люди Которым было Нечего терять Как мне Нечего терять Ты либо умираешь Либо идешь сюда И именно поэтому Я сейчас изучаю мозг Именно поэтому Я изучаю Нейрофизиологию Потому что Если не получается Через тело Ты же не обязательно Не обязательно должен Болеть Смертельной болезнью Чтобы вывести Себя на новый уровень Значит это можно Что-то сделать Через нейронные связи Через префронтальную кору Через Новое Через новое построение Твоих Нейронных путей В голове Это же можно сделать Можно Абсолютно знаю Точно что можно И сейчас я это Исследую Сейчас я это У меня дома Вы не представляете У меня на каждом В каждом углу По стопке Книг уже Я стала уже Как я не знаю Я когда прихожу В магазин В книжный В книжный Меня уже Все знают Они уже говорят Так вам А вот для вас Вот эта книжка пришла Для вас Вот эта книжка пришла Посмотрите Может быть вам Вот это понравится У меня уже У меня уже Столько этих книг Мне кажется Я Если я Если человек Все прочитает Мне иногда казалось Что это просто Человек будет Мега умным А тут я понимаю Что в книгах Всегда есть Девяносто процентов И десять процентов Куда-то проглочены Почему нам так делают Почему нам это не показывают И только сопоставляя Много-много Различных знаний Чужих знаний даже Ты начинаешь Выискивать Вот эти десять процентов Этот недостающий пазл Куда у нас идет Куда у нас идет Импульс Почему у нас туда Почему у нас мозг Решает А копчик запоминает Почему у нас глаза Зрение Зависит от стоп Почему у нас седалищный нерв Находится в пятке Почему нам об этом не говорят Почему профессора Столько написали книг Но про это нигде не озвучено Почему у нас не озвучено о том Что изначально Вообще у нас весь пищевод Весь же Вообще все наши внутренности Располагались другим образом Почему это все закрыто Для чего это все закрыто Кого из нас хотят сделать И это мы с вами должны Потому что Мы это самая Самая большая ценность На этой планете Это мы с вами И для нас Нет ничего Что мы не можем Не узнать Мы находимся В тех вибрациях На каких вибрациях Состоит эта земля Поэтому для нас Нет ничего невозможного Мы одна и та же вибрация С этой землей Для нас От нас не могут скрыть Не землю Какой она Формы Не Антарктиду А что там находится За Антарктидой Вы понимаете В вас будут эти знания всплывать Вы это будете видеть А помимо того Как вы будете это видеть Вы сможете общаться С теми людьми Которые находятся там И это всего лишь После того Как вы начнете Приходить к себе Не вскрывать Какие-то сверхспособности Вы сверхчеловек Уже сверхчеловек Просто нужно Снять этот панцирь И вы придете К самому себе И эти моменты Для вас Они будут просто Открытыми И актуальными Почему? Потому что Вы есть часть Этого всего Единая вибрация Единая световая палитра Вы будете видеть Каждый уголок Света И цвета Вы будете Телом Чувствовать Что происходит Ну Метров Километров Вернее За 20 Вы четко будете Осознавать Что есть В ближайшем Вашем окружении Потому что Вы Эта Единая связка Все это Из единой клетки Из единой клетки Состоит Привет Случайно Зашел к вам Листая Шорцы А я Вообще Специально Не ел Ни мяса Ни вообще Животных продуктов Около двух лет Очень плохо себя чувствовал И сильно Хотел По итогу Вернулся К всеедению Ну И такое тоже бывает Но Здесь же нужно смотреть Почему вы себя плохо чувствовали Какое Смотрите Когда мы Что такое наше окружение Наше окружение Это единая волна И когда мы находимся То есть Один человек Питается Один человек Пьет чай без сахара А все остальные Пьют чай с сахаром И он в конце концов Тоже запьет чай с сахаром Не запьет только в том случае Если ему будет по кайфу А я не такой Как все И когда я Первые разы Ходила в рестораны Меня тоже все время Спрашивали В рестораны То есть всякие Любые Ну Многие же встречи Они проходят в кафе Да С друзьями Там еще что-то И Мне тоже все время Задавали вопросы А тебе Тебе Вот как бы не хочется Тебе неудобно А когда ты понимаешь Что тебе просто кайфово Кайфово Что ты можешь себя Абсолютно спокойно Чувствовать Вот в этом во всем Потом настала Следующая стадия Когда люди Стали себя Неудобно чувствовать Рядом со мной И эта стадия Тоже прошла И когда она прошла То для тебя Стало везде Это нормой И для твоего Окружения Стало нормой Но Могу сказать Что когда Еще давным-давно Лет Лет 15 назад Когда я Убрала мясо И Мой бывший муж Тоже убрал мясо Вы знаете Какой был Он начал бегать У него Начали Прибавка сил Он начал себя Очень хорошо чувствовать Но С определенных людей Он почувствовал Прессинг Такой прессинг Что он начал Говорить Ты что-то так похудел Ты что сил не будет Да мужчина Обязательно должен Есть мясо И Через какое-то время Он Говорит Что-то мне Да Плохо становится Что-то Я понимаю Что окружение Много что значит Окружение Второй момент Вы четко Должны понимать Когда вы Что-то меняете В своем теле Я уже не раз говорила Не обязательно Верить Врачам Да Я врачей обожаю Правда Я считаю Что они просто герои Столько всего выучить Но Я не про лечение Сейчас говорю А про то Что Вы должны знать С какой точки Вы стартуете Вы должны знать Своили анализы Перед тем Как что-то Переходить На что-то новое Но сдайте Свои анализы Посмотрите Что у вас На сегодняшний день В организме Почему Если вы уберете Тот или иной продукт Что у вас будет Выровняете организм А потом Переходите на новое И вы будете В легкости Во всем этом Переходить Но когда у вас Есть какой-либо Недостаток Он же будет Съедать Все остальные Достатки В вашем теле И ничего Хорошего От этого Не выйдет Поэтому Нужно знать Откуда Вы стартуете Случайно К вам попало Здорово И на животных Продуктах Тоже не то Сильно Загрязняется Организм Это прям Ощущаю Хорошо Как кайфовать От того Что ты ешь И при этом Питаться Растительной пищей Вопрос Который Давно Меня интересует Хочу поделиться У меня И был период Очень-очень-очень Мало кушал Так было легче И Попиломы Попиломы уменьшились Происцеление Путь у всех Индивидуальный Друзья Ставим лайки Да Друзья Ставим лайки Чтобы Эфир Продвигался Может быть Кто-то Для себя Найдет Какую-то Актуальную Информацию Ну Ребят Я уже Не раз Говорила Смотрите Любое Воспаление Абсолютно Любое Оно Может Базироваться Только на чем-то влажном На чем-то мокром На том На чем есть Прорасти На сухом Ничего не вырастет На кирпиче Просто на кирпиче Не вырастет Никакой цветок А На влажной Почве Даже через Асфальт Вылезет Росток И вот Когда вы Убираете Выходите На Лечебное Голодание В том числе И без Жидкости То естественные Воспалительные Процессы Они уходят Уходят После 48 часов То есть 48 часов Сначала Организм Съедает Ту воду Которая У нас Есть А потом Уже Само Воспаление Ему Не на чем Базироваться Оно Оно Высыхает Оно Уходит И это Уже Вы мне Можете Не верить Вы можете Проверить На себе То есть 40 50 Часов Это Это Не страшно Это Абсолютно Бесполезно Безопасно Абсолютно Безопасно Такой Промежуток Который Не Вас Ни к чему Там Не приведет Такому Опасному Сильному Да Но можете Начинать Постепенно То есть Увеличивать Сначала 12 часов У вас Перерыв Питания Потом 16 часов 18 20 24 Потом 36 Почему 24 36 Потому что 24 Это Сутки Вы ложитесь Спать Там Еще Плюс 7 8 Часов Просыпаетесь И вот Вам Еще И За это Время Вы смотрите Как себя Будет Чувствовать Организм Постепенно Выходите На На Свои 50 Часов То есть 48 Часов Организм Приходит Как бы В себя Выбрасывает Все лишнее Все Пережигает Всякие Болячки И Два Часа Вы Ему Даете На То Чтобы Прошла Реконструкция Новых Клеток Чтобы Новые Клеточки Они Заработали Чтобы Начали Здоровые Клетки Размножаться Попробуйте Так Сделать Попробуйте Начать С Маленьких С Маленького Времени Почитайте Литературу Очень Много Посмотрите У меня Очень Много Информации На Канале Если Кому Это Будет Интересно И Еще Ребят Кто В Сочи Приходите Обязательно На Встречу Которая Будет 26 Мая Абсолютно Безоплатная От Вас Нужно Только Ваше Присутствие И Там Мы Поговорим О Много Что Затронем В нашей Теме И Конечно же Отвечу На Те Вопросы Которые Неудобно Отвечать В прямом Эфире Потому что Есть Определенный Алгоритм У соцсетей Где Нельзя Отвечать На Какие Либо Вопросы Комментировать Три Три С половиной Дня И Стало Зрение Оставать От Моих Движений Как Камера На Севших Батарейках Зрение Это Тоже Программа И Что Дальше Так Зрение Зрение Это не программа Это наша физиология А то Что вы Видите Это программа Каждый Может Видеть Смотреть На Одно И Тоже И Видеть Все Абсолютно По-разному Вы Это Все Прекрасно Знаете Каждый Видит Это Именно То Насколько Он Насколько У него Глубоко Расширено Его Осознание Того Что Это Может Быть Насколько Вы себе Позволяете Какие-то Моменты Те Моменты Которые Неприемлемы То есть Есть Какие-то Вещи Которые Неприемлемы Например Вашей Жизни Но Вы Их Не Отрицаете Вы Их Не Убираете Вы Говорите Да Для Меня Это Неприемлемо Но Это Имеет Место Быть Не Врите Себе Что Этого Не Бывает То есть Смотрите Когда Люди Например Говорят Посмотрите Что Он Сделал Ох Какой Он Негодяй Или Негодяйка Вот Она Там Такая То Он Такой То Такой То Какая Разница Какой Это Просто Имеет Место Быть А Все Остальное Оценка Либо Когда Кто-то Говорит Он Говорит Такой Чего Не Существует Он Это Сказал Значит Он Уже Озвучил Это Это Уже В Пространстве Есть То Что Человек Озвучил Это Просто Светлана Работаю Сутки Через Сутки Возможно На Сых Их Работа Почти Сидяча Переживаю Что Недостаточно Да Конечно Можно Пробуйте 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 Как Ваше Тело Отреагирует Может Быть Ему Будет Комфортно Просто Посидеть Отдохнуть Почитать Что Здравствуйте Подскажите Пожалуйста В чем Может Быть Основная Причина Заболевания Коленных Суставов Коленные Суставы Во-первых Вы Вы Раздариваете Себя Вы Не Принимаете Себя Вы Все Для Других Делаете Вот Пусть Вот Это Будет Хорошо А Я Нет Вот Я Себе Вот Это Не Куплю Для Меня Дорого А Для Того Я Куплю Для Того Пожалуйста Вот Это Я Сделаю И Человек Так Устроен Что Для Кого Ты Это Делаешь Ущемляя Себя Он Не Может Это В Полной Мере Принять Потому Что Он Это Прочувствовать Не Может Ты Это Не Чувствуешь Как Ему Хорошо Ты Чувствуешь Как Ты Отдаешь Понимаешь Какая Разница И Когда Ты Отдаешь Ты Получаешь Все На Коленях Ты На Коленях Перед Кем Либо И Коленные Суставы Все Время Подвержены Подвержены Тогда Когда От тебя Нет Принятия Себя Ты Сама Себя Ставишь На Второй План Какая Разница Какого Ты Роста Когда Тебя Не Видно Ты Смотришь Только На Жопу Впереди Тебя Только Жопа Всегда Жопа Поэтому Убираем Психосоматику Ну И Колени Конечно Что Такое Колени Это Любой Артроз Это Воспаление Воспаление Именно Этой Суставной Жидкости Чтобы Убрать Эту Суставную Жидкость Чтобы Не То Что Убрать Убрать Вот Это Воспаление Во Первых Конечно Убрать Соли Потому Что У нас Например В сельдерее Очень Много Соли В зелени Очень Много Соли Природной Соли В томатах Очень Много Соли Природной Ее Вполне Достаточно Для Человека Уберите Вот Это Подсаливание Уберите Сахар И Начните Сухих Дней С минимальных С 16 Часов 16 Часов Вот Я Сегодня 16 Часов Не кушала Завтра 16 Часов Послезавтра Еще Чуть Дольше И Еще раз Повторюсь У меня На канале Как раз Есть Марафоны Первые Три дня Безоплатных С удовольствием Пришла К вам На встречу Значит Другой Раз На малоедни Видела Людей Как Программу И чуть С ума Не сошел А это Нужно Будет Отключать Ребят Потом Да Вы Будете Все Видеть Все Слышать Все Чувствовать У вас Обоняние Будет Развито До Такой Степени Что Вы Иногда Не Сможете Мне Очень Сложно Находиться Рядом С Курящими Людями Табак У меня Это Прям С Пьющими Из чего Сделано Это Спиртное Но Постепенно Нужно Это Отключать Мы Живем Социум Конечно Мне Хотелось Куда Прям Уехать Где Там Будет Просто Природа И Я И Мне Будет Офигенно И Замечательно Но У меня Есть Обязательства У меня Есть Сыновья У меня Есть Вы И Я Хочу Пока У меня Есть Возможность Транслировать Это Рассказывать Потому Что Когда У меня Такие Ситуации У меня Не Было Информации Знаете Я Пересматривала На Ютубе Находила Ролики Где Люди Рассказывали Как Они По Три Дня Были На Сухих Днях По Семь Дни Это Максимальная Что Я Пересматривала Я До Дыр Смотрела А Нового Ничего Не Выходило Никто Не Рассказывал Как Оно Бывает Я Это Все Проходила Через Себя И Для Меня Это Были Такие Прям Сложные Дни И Особенно Когда Ты Находишься На Каком Сухом Дне Тебе Хочется Какой Поддержки Тебе Хочется Чтобы Кто Рассказал Кто Подсказал Кто Рассказал Как С ним Было Пересмотреть Чей Это Ролик А Ничего Не Было Я Была Настолько Одна Для Меня Это Было Так Нужно Чтобы Кто Выпустил Какой Новый Ролик Хотя Бы На 10 Минуточек Я Быву Пересмотрела Раз 100 Для Меня Это Была Поддержка Как Будто Я Была Не Одна Для Меня На Тот Момент Это Было Очень Важно Поэтому Я Сейчас В этом С вами Говорю Я 6 Лет Назад Сидела На Чистке Знаете Я Лично Не знаю Так Олег Олег Написал Эта Запись Нет Это Прямой Эфир Я Сейчас Отвечаю На Вопрос Если Есть Вопрос Можете Задать Нет Я Ее Не знаю Я С ней Запись Будет Я Ребят Это Пробный Эфир Я Вышла Пробный Эфир Сейчас Я Я Его Если Здесь Попросят Сохранить Я Сохраню Если Не Попросят Сохранить То Наверное Он Сам Должен Сохраниться Я Первый Раз В таком Формате Выхожу Я Еще Знаете Тот Хакер Поэтому Очень Постараюсь Чтобы Была Запись Но Не Обещаю Может Быть Еще Администратор Постарается Что-то Сделать Но Пока Не Знаю Если Будет Запись То Я Буду Вот Так Выходить Следующие Следующие Эфир Буду Выходить Вот Так Вот Да Оксана Ответила Лично Я Не Знаю Я Как Бы Слышала Видела На Просторах Интернета Но Лично У меня Не Было Такой Возможности Встретиться Так Всем Добрый Вечер Светлана У меня Стигматизм С детского Возраста Портится Зрение Что Можно Сделать Куда Направить Внимание Благодарю Так Ну Во-первых Все Что Связано Со Зрением Есть Очень Много Очень Много Упражнений По Зрению Если честно Я туда Зрение Самое Я не Углублялась Потому Что У меня У меня Зрение Хорошее Мне Углубляться Было Незачем Но Я могу Сказать Очень Четко Что У нас Вы Все Знаете Что У нас Вот Здесь Как Раз Если Взять Глаза И У нас Вот Эти Нервы Они Проходят Прямо Сюда И Упражнения Очень Хорошие При Зрении При Любом Даже Если Хорошее Зрение Никому Не Помешает Вот Здесь За Ушами У нас Очень Многие Любят Делать Ушки Да Здесь Действительно Очень Много Точек Но Здесь За Ушами Очень Хорошо Массировать Здесь Массировать Тяжелее Потому Что Здесь Уже Твердая Черепная Коробка За Ушами И Вы Прямо Проходите И Здесь Вы Чувствуете Черепная Коробочка И Здесь Все Прокатываете И Я Тогда Показывала Шарик Двойной Он Очень Хорошо Ложитесь И Вот так Прокатывается Либо Хотя Полежать Чтобы Здесь У вас Пошел Хорошо Кровоток Чтобы У вас Начали Как бы Омываться Хорошо Все Нервные Окончания В головном Мозгу И Еще Очень Важно Если Вы Носите Очки Чтобы В какое-то Время Очки Ну То есть Их Нужно Если Есть Возможность Еще Чтобы Были Какие-то Вторые Там Или Чтобы Были Слабее Чтобы Ваш Глаз Начал Как Фитнес Делать Для Глаз Но Еще Очень Хорошо Это Упражнение Знаете Такое Вы Растираете Ручки Чтобы Они Были Теплые Ставите Локти Локти Чтобы Они Были Прямо То есть Какие-то Стул Низкие Книжечки Подставляете Да И Вот Растираете И вот Здесь Вот Сюда Получается Вы Как Закрываете Глаз И Сидите Так Ловите В темноте Белую Точку У себя И На ней Концентрируйтесь Слегка Слегка Надавливая Ручки Должны Быть Теплые И Они Прямо Так Упражнение Называется Пальминг Оно Есть В интернете В свободном Доступе Посмотрите Оно Очень Хорошо Если У вас Болит Голова Если У вас Мигрени Если У вас Что-то Со Зрением Прошел Тяжел Тяжел День То Конечно Мы Ножки Массируем Обязательно Икры Обязательно Икры И когда Ребенок Кстати Болеет Либо Вы болеете Либо Какие-то Чувствуете Простудные Симптомы У вас Пошли Обязательно Либо Звездочкой Либо Я люблю Всякие Такие Масла Каким-нибудь Разогревающим Маслом Либо Я люблю Мятой Мятой Эвкалиптом Икры Помазали И На следующий День У вас Будет Прям Ну Если Прям Только Симптомы То У вас Как Рукой Снимет Вот И Пальминг Делаете И Очень Хорошо Даже От Мигрени Потому Что Мигрень У меня Была У меня Была Женщина С Мигренью Но Там Была Такая Мигрень Что У нее Было Три Три Попытки Суицида На тот Момент Когда Она Пришла Ко Мне Поэтому Мы Очень Много Всего С ней Проходили И В том Числе Она Действительно Одно Из Великолепных Упражнений Которое Помогло Ей Это Пальминг Когда Просто Сидишь И Боль Выводишь В эту Точку А Вы Можете Выводить В эту Точку Именно Мышц Мышцы То есть Их прорабатывать Прорабатывать Мышцу Глазную Вот через То есть Ее прям Выводите Сюда Вот в эту Черную В черную В черное Пространство Вот эту Картинку И Прорабатывать Так Что за Пузырек Красиво Стоит Вот Это Это Такой Арома Это Моя еда Ребят Я люблю Такие Штучки Я люблю Масла Но У меня Только Природные Масла Иначе У меня Начинаются Аллергии Вот я Сходила На массаж Лица Вот И У меня Видите Я Никакими Кремами Не могу Пользоваться Ничем Не могу Пользоваться У меня Сразу Какие-то Высыпания Там Еще Что-то Вот Поэтому Вот Только Только Масла Для меня Это Единственное Что Я могу Вот И Не Все Масла Мне Подходят Поэтому Я пользуюсь Только Дотеровскими Маслами На Сегодняшний День Можно Ли голодать Без воды Если Есть Проблемы С Желчным Но У меня Есть На Канале Ребят С Ларисой Эфир Ларочка Ей На Тот Момент Было 72 Года Сейчас Уже Чуть Постарше Она У меня Такая Девочка Молодец Вот И она Рассказывала Как Она Выходит На Сухие Дни У нее Уже Давным Давно Нет Желчного Можете Посмотреть Эфир И она Прям Там Хорошо Рассказывает Да Конечно Можно У меня Тоже Камни Так Где Так Можно Купить Можете Я не знаю Вы есть Или нет В чатах Я скинула Ссылку Там Можно Зарегистрировать Вы можете В чате В телеграме Написать Вот И я еще раз Скину ссылку Где можно Зарегистрироваться И со Скидкой Купить Вот это Потому что Я знаю Что продаются Всякие наборы И на Авито И На Велберис Там Еще где-то Но Они дороже Чем Вы Себе Покупали Сами Как Как Зарегистрированный Пользователь Вот Я их Не распространяю Я для себя Беру И мне Удобно Что я Как зарегистрированный Пользователь Беру их По Низкой Цене Поэтому Кому Кому Нужно Конечно же Я скину Ссылочку Можете Зарегистрировать Для себя Брать Тоже Любые Наборчики Там есть Там есть Наборы Есть Просто Масла Есть Всякие Диффузоры Очень удобные Причем Я его Беру С собой Когда Куда Нибудь Лечу Я беру С собой И у меня Ребенок Младший Он очень Восприимчивый На запахи Поэтому У меня всегда Есть лимон И вот этот Диффузор Если он Куда-то летит Он тоже С собой Берет Этот диффузор И ставит Потому что Он к запахам Очень Если там Чем-то Будет пахнуть Особенно Если где-то Там Полетели В какую-нибудь Гостиницу Из какого-то Окна Будет Не дай бог С сигаретами Пахнуть Он не сможет Ни спать Ничего Его просто Будет Тошнить И выворачивать Вот Поэтому Это наше Спасение Вот Я у вас Телеграме На ютубе Все Напишите А я еще раз Скину ссылочку Да Ссылочку Скиньте Пожалуйста Скину Скину Еще раз Ребят Но я ее Сегодня По-моему Даже Скидывала Можете Посмотреть Там В школе Автономии Если что Скину Еще раз Завтра С утра Вот Ну что Ребятки Будем Проверять Заканчивать Я буду Этот эфир Я Очень Мне приятно Что Было Столько Вопросов Если Все Получится То В ближайшее Время Будем Так Проводить Эфир Всем Огромное Спасибо Спасибо За вопросы Спасибо Что Были Со мной Если Есть Еще Вопросы То Во вторник Во вторник Подождите Секундочку Сейчас Точно Посмотрю Да Во вторник 14 Числа 14 Мая Мы Здесь С вами Встречаемся Наверное В 21.00 Все Огромное Огромное Спасибо Сергей И это У вас Тоже Можно Убрать Так Ну Все Буду Завершаться Наверное Буду Смотреть Как Как Это Сделать Смотреть Смотреть Продолжение следует...